коллеги добрый день рад вас приветствовать на нашем четвертом вебинаре как меня слышно поставьте пожалуйста плюсик в чате если слышите хорошо прекрасно ну что ж для тех кто на этом вебинаре первый раз присутствует еще раз представлюсь меня зовут калининков павел юрьевич я представляю компанию директ медиа мы в этом весеннем цикле вебинаров как всегда мы рассказываем о нашей электронной библиотечной системе и сервисах которые ее сопровождают сегодняшний вебинар 4 вот я здесь показываю всю линейку наших вебинаров три вебинара уже прошло предыдущий вебинар если кто-то пропустил и желает посмотреть доступная видеозапись сейчас я продублирую ее ссылку на нее в чате вот она ну как всегда ссылочки и мою сегодняшнюю презентацию вы можете скачать вообще до в окошечке общедоступных ресурсов на всякий случай повторюсь для тех кто первый раз на вебинаре если у кого-то не горит окошечко общедоступные ресурсы поступать надо так наверху наверху справа в вебинарной комнате у вас есть ряд инструментов и вам надо нажать на вот эту вот кнопочку на кнопочку папки желтая открывающиеся папки тогда у вас откроется окошко общедоступные ресурсы но больше не буду на этом заострять внимание и так ссылку на предыдущий вид на запись предыдущего вебинара я вам дал сегодняшний вебинар вот вы видите он посвящен публикации студенческих работ вузе проанонсирую следующий вебинар заодно это вебинар который будет вести константин костюк это будет такая интересная философская и но основанная на реальных планах по совершенствованию нашей системы вебинар в котором будет рассказана концепция развития нашей системы на будущее очень советую вам посетить константин всегда очень интересно рассказывает о нашей системе и вы получите много полезной информации и удовольствия опять же продублирую ссылочку прямо в чат вот на этот вебинар можно записаться прямо сейчас ну а мы идем вперед и сегодняшняя наша тема посвящена вопросом публикации студенческих вкр в соответствии с недавним приказом минобра и сначала история вопроса ну история такова да вот совсем недавно с появлением средств детектирования заимствования такие как детектор плагиата антиплагиат и ну в других странах они по-другому называются и назывались возникла небывалая доселе ситуация когда ряд работ авторы которых и не предполагали что может быть такое средство которое способно выявить заимствование спокойно в течение нулевых годов ну до этого конечно тоже но до этого в меньшей степени было развито цифровые технологии собственно при написании самих работ так вот публиковали свои работы как правило речь касалась более крупных работ чем вкр там диссертации различных не предполагая что они уже попали под некий надзор будущего цифрового общества да однако вот где-то середины нулевых годов и особенно в начале десятых годов появились массовые средства а вслед за ними и общественные организации которые стали жестко мониторить плагиат сетях связь этим надо было ряд громких скандалов когда лица наделенные высокими должностями попали под эту под эту раздачу да ну очень очень это кстати не только в нашей стране но и за рубежом такое было вот и в связи с этим общество осознало общество и руководство страны тоже осознала всю всю сложность ситуации о том что на самом деле ну чуть ли не 70 процентов но это 70 процентов это касается студенческих как раз работ работ студентов являются частично или полностью списанными да и как-то было решено с этим непорядком бороться да ну вот в двенадцатом году возникло получение поручение председательства правительства российской федерации по разработке и внедрению информационной системы обеспечивающей проверку на плагиат дипломных работ выпускников вузов вкр и диссертации а в пятнадцатом году как вы знаете в июне появился приказ минорбер 636 который называется порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата программам специалитета и программам магистратуры то есть уже то что касается непосредственно вузов и регулируют порядке публикации связаны именно с тут со студентами по этому приказу требуется обеспечить до 1 января 16 года то есть уже прошедшая дата обязательную публикацию студенческих квалификационных работ требуется от вуза организации публикации этих работ и создание базы данных давайте вот зачитаем пункт 38 тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электронной библиотечной системы организации и проверяется на объем заимствования порядок размещения текстов текстов выпускных квалификационных работ в электронной библиотечной системы организации проверки на объем заимствования в том числе содержательного явления непромомерных заимствований устанавливается организацией доступ лиц текстов выпускные выпускных квалификационных работ должен быть обеспечен соответствии с законодательством а также соответствии с решением правообладателя это очень важное дополнение которое говорит о том что мы здесь не можем пройти мимо правового поля также да и вопросы связанные с лицензированием с авторством должны быть также решены что на самом деле является достаточно большой головной болью потому что работы студентов в общем-то в вузах никогда не воспринимались как работы подлежащие какому-либо лицензированию либо какому-либо строгому соответствию гражданскому кодексу вот в части авторских прав а теперь вот такой вопрос ставится какие возможны варианты исполнения этого закона и тут вот как раз мы переходим к двум нашим предложениям которые мы можем вузу предоставить какие решения первое предложение связано с сохранением в собственной электронной библиотеке или репозитории репозитории вуза то есть условно говоря на борту то есть все у себя и второе это сохранение вбс который подключен вуз то есть в неком облаке в котором будут храниться не только работы студентов но и вообще работ но и книги которые читают студенты преподавателя дополнительная составляющая этого процесса это обеспечение прохождения процедуры проверки и заключение лицензионного договора с автором на исполнение работ на прошу прощения на использование работы соответственно в с этими двумя возможностями есть два предложения это по пункту 1 это готовая платформа которая может ставится поставляться в вуз и там эксплуатируется и предложение 2 это готовое решение по использованию существующие бс подписчиками вуза соответствии с вот этим вот приказом давайте пока я не буду отвечать на вопросы я надеюсь что в процессе вебинара многое станет понятным и и так если вуз решил реализовать приказ 636 самостоятельно что ему надо сделать первое приобрести или разработать электронную библиотеку разработать систему сбора и учета всех работ занести информацию они в базу данных третий вот важный пункт решить вопрос с авторскими правами создать базу данных договоров обучить всех студентов как занести работы в базу данных я думаю что это один из таких пунктов достаточно серьезных производить проверку файлов на плагиат по мере их поступления в эту систему и возможно неоднократно потому что наверняка будут итерации будут сдаваться сначала неполные работы или работы будут сначала отвергаться по причине плагиата они будут дорабатываться и снова присылаться и обеспечить постоянное поддержание этой системы сопровождения наращивание проверку корректности и так далее единая система должна будет координироваться видимо на уровне кафедр то есть студент на защиту должен будет принести некий документ о том что работа выложена и проверено все это вот все эти шесть пунктов они внизу влекут за собой дополнительные расходы на выполнение приказа ну возьмем хотя бы если не технологические проблемы да то вопрос с базой договоров которые должны веститься то есть это дополнительная дополнительный большой документооборот хранение этих договоров корректных заполнения в общем большая головная боль ну а что чтобы здесь мы вот пытаемся мыслить наоборот с решение номер два когда вы студентам позволяется публиковать работы в облаке да а как это может быть организовано если публикация вкр осуществляется существующей электронной библиотечной системы на которую произведена произведена подписка то есть в облачной системе во первых студент самостоятельный заполняет и публикует работы с помощью специального интерфейса в его личном кабинете важный пункт работа публикуется на основе лицензии creative commons вуз в этом никак не участвует а creative commons в конце мы поговорим немножко это открытая лицензия то есть студент позволяет свою работу дальше использовать производить оборот его работы единственное условие с обеспечивает проверку на плагиат и отправляет работу полномоченному лицу тут возможны разные варианты интеграции с антиплагиатом как самостоятельная интеграция когда вуз приобрел услуги антиплагиаты так и интеграция через эбс возможны варианты студент получает свидетельство публикации приносит его на защиту ну и самое главное студенческие работы становятся открытыми ну или сохраняется в закрытом доступе вуза тот вариант в чем прелесть открытых работ я понимаю что вообще открытость вкр это некий такой для вуза шок да но на самом деле к открытым работам когда работы публикуются в открытом доступе проще процедура проверки вуза на на этот выполнение этого приказа проще становится потому что когда работа открыты предполагается что они уже прошли кроме собственно формальной проверки антиплагиатом они прошли еще и проверку общественным контролем то есть все что выкладывается в открытый доступ она открыто для критики открыто для критики для конструктивной критики для в том числе и по поводу плагиата да и для всех иных способов реагирования в том числе на выставление каких-то условных условных баллов этой работе при помощи которых потом эти работы можно ранжировать речь не идет конечно о баллах которые будут в дипломе у них да речь идет о том что общество сообщество студентов преподавателей вообще всех кто может прочесть эту работу они имеют возможность каким-то образом реагировать и ранжировать работы ну и в результате эти работы приобретают некие дополнительные некую дополнительную метрику при помощи которой можно общественно оценивать эту работу и самое главное все эти затраты они падают на студенты и бс а вуз освобождается от тех расходов о которых шла речь вот это вот готовое решение она уже существует в нашей системе и она бесплатная то есть ничего не надо делать просто использовать и бс принять решение об использовании бс ну а если вуз захочет все-таки иметь все решение на борту так сказать да у себя то есть у нас такой сервис который называется база данных учебных работ это по сути дела наша же бс в упрощенном виде которая ставится вам на ваш сервер и в этом случае вы можете публиковать работы внутри вуза что в этом случае происходит эта платформа называется она программное обеспечение называется менеджер библиотеки она позволяет видеть и контролировать все студенческие работы с доступом только внутри вуза позволяет реализовывать единый стандарт правил публикации вузы вузе позволяет включать публикацию работы в учебный процесс и при необходимости в систему дистанционного обучения позволяет сохранять работы и данные на внутренних серверах вуза и самостоятельно использовать и капитализировать базу данных при необходимости обращаю ваше внимание что в этом случае по другому решается вопрос самой публикации как таковой в привычном смысле не происходит поэтому процесс попадания в базу данных регулируется работы работы студента регулируется не лицензионным соглашением каким-то да а может ли может может регулироваться внутренними положениями или договором договором со студентом да ну и давайте сначала рассмотрим первый путь когда мы говорим о открытой публикации ну давайте для начала просто поговорим о том о том новом что появляется в реализации приказа 636 ну прежде всего появляется совсем новое качество да статус учебной работы повышается до научной ну научной может быть надо в данном случае взять в кавычки но формально до научной то есть публикация осуществляется работа становится доступным неограниченному числу лиц а следовательно студент становится в большей степени ответственным за за то что он пишет то есть он понимает что публикация его работы может повлечь критику не только его непосредственного руководителя и членов комиссии которые принимают будут принимать у него диплом да но и критику его коллег его о других преподавателей там коллег из других вузов студентов из других вузов кого угодно да и как мы знаем возможность вот такой вот комментирования работ она ведет к тому что люди ответственнее начинают относиться к своим работам ну возьмем вот поднимемся на рак на ранг выше возьмем преподавателя да его его ответственность при публикации вот мы даже недавно могли видеть что если работа не оцифровывались и не выкладывались в общий доступ то ответственность преподавателя при публикации методички была гораздо ниже чем когда он выпускал учебник например который выходил в широкую продажу почему да потому что преподаватель понимал что методичка имеет хождение только внутри вуза это такое частное какая-то частная бумажка которую в общем то вряд ли попадет в другие вузы даже и ну только для своих студентов и в ней много чего можно допустить можно и списать чужой учебник можно допустить просто какие-то некорректности ну в лучшем случае в следующем тираже это будет исправлено там в общем отношение к этой работе было совсем другое нежели к учебнику да вот то же самое происходит и со студенческими работами если они не публикуются разумеется студент думает что вот вот есть его руководитель ну и в крайнем случае еще те люди которые пишут рецензии на его работу да вот с ними надо как-то договориться объяснить что-то можно голосом объяснить если они не поняли что-то что-то ну ладно троечку мне поставят да вот то теперь не так теперь все это находится все это становится фактом его первым фактом ну как правило первым бывает конечно исключение первым фактом его будущей научной биографии вот и он понимает что теперь это ответственная вещь и к нему могут потом предъявляться претензии потом когда он станет большим руководителем например или профессором или еще кем-то его работа все еще будет доступна и кто-то если захочет в ней покопаться может найти в ней всякие нехорошие вещи ну и вообще надо студента уже приучать к этой мысли то есть даже в случае если его работа не будет опубликована но оцифрована то она будет а рукописи как известно не горят да то есть в наш цифровой век студента надо приучать с молодых ногтей к тому что все его действия уже в студенчестве через десять двадцать тридцать лет могут быть подвергнуты контролю критики еще раз оценены и переоценены да то есть из тех людей которые сейчас являются студентами определенная часть станет будущей элитой нашего общества да и надо заранее готовить их к тому чтобы они были добросовестными уже в этом возрасте потому что потом через двадцать лет у них будут большие проблемы с их оцифрованным наследием то что то что они делали в ВУЗе вот поэтому вот такая вот первая научная публикация является по сути дела вот такая научной инициацией и студента к этому надо готовить и закон вот этот который вышел он на это и направлен на то чтобы студенты уже сейчас воспринимали бы себя так как будущих членов научного сообщества подчинялись бы законам научного сообщества и относились бы к качеству своих научных или учебно-научных работ соответствующим образом как это все делается интерфейсно ну достаточно просто у студента как и у прочих ролей в университетской библиотеке онлайн есть личный кабинет и в этом личном кабинете есть вкладочка мои публикации вот эта вкладочка по этой вкладочке студент может добавить ряд файлов в свой профиль когда он добавляет файл возникает вот такая вот такая вот формочка в которой он должен заполнить профиль своей публикации ну здесь достаточно много полей которые по которым потом можно идентифицировать его работу после заполнения этого профиля студенту предлагается подписать или как говорится на юридическом языке акцептовать договор о о лицензировании о том что работа будет опубликована под свободной лицензией ну в российском ГК есть понятие свободная лицензия вообще в мире это называется Creative Commons суть этой лицензии заключается в том что автор самостоятельно и по своей воле допускает дальнейший оборот своей работы с указанием его имени и с разрешением на использование его работы для для производства для того чтобы создавать производные произведения то есть о включении в свободный научный оборот его работы где появляется его работа в нашей ЭБС есть такой раздел студенческая наука ну разумеется работы студентов не будут смикшированы с работами преподавателей с хорошими учебниками и так далее качество этих работ разумеется другое поэтому вот у нас есть такой разделчик студенческая наука ну можно его назвать наверное песочницей контента или как угодно да то есть это такое место где студенческие работы лежат могут быть найдены просмотрены оценены и так далее но с другой стороны эти работы не влияют на другой контент на удобство пользования основным контентом библиотеки да ну и студент получает возможность дополнительные возможности после публикации после появления его работы в этом разделе первое это интегрированная проверка на антиплагиат это внешнее рецензирование и оценка если кто-то его работу прочитает и решит оценить он может напечатать работу по технологии print on demand в виде приличной уже брошюры или даже книжки ну и в идеале если его работа становится популярной и начинает цитировать он может получать даже гонорар за использование своей работы работа работа в ЭБС будет оформлена точно так же как все остальные работы уже состоявшихся авторов с интерфейсной точки зрения я имею ввиду соответственно будут будет возможность читать через эту работу можно будет через кнопочку читать ну а по кнопочке оценить работу можно будет поставить какие-то условные баллы этой работе ну а публикации на внешних ресурсах чуть попозже я расскажу ну в результате в идеале да при хорошей активности оценивания и рецензирования работ внешними независимыми читателями можно будет создать рейтинг студентов и рейтинг вузов ну и много разных других рейтингов в соответствии ну то есть как только появляются какие-то данные обратная связь какая-то она может стать основой для всяких измерений рейтингов списков победителей списка победителей и так далее да то есть мы подходим к тому что работа начинает независимо ранжироваться независимо от студента от вуза и это может играть некую роль в в будущем студента если он высоко находится в этом рейтинге да то это предмет во первых предмет гордости да во вторых это он возможно он сможет это как-то монетизировать при будущем устройстве на работу ну и в такой вот подход публикации работы позволяет создать портфолио студента собирать его учебные научные работы позволяет собирать грамоты и сертификаты вести мониторинг за событиями сохранять рефераты рецензии выборки ВБС ну тут имеет смысл дополнительно сказать напомнить о мотивации студентов ВБС да у нас есть некая связь между всеми нашими ресурсами в частности связь между ЭБС и нашим книжным магазином электронным да и ВБС происходит поощрение за чтение да люди активно читающие ВБС получают дополнительные баллы которые потом можно использовать при покупке электронных книг в интернет-магазине это касается и вопроса публикации студенческих работ поэтому это должно подстегнуть других людей читать студенческие работы и выставлять им какие-то баллы а несколько слов об открытой лицензии открытая лицензия включена с недавних пор в четвертую часть гражданского кодекса ну правда есть ряд претензий к тому как она у юристов и знатоков авторского права как она включена ну неважно будем здесь примерно подразумевать что открытая лицензия эквивалентно понятию Creative Commons хорошо уже освоенному в международном международном авторском праве суть я уже изложил при публикации студент акцептует правовые условия открытую лицензию позволяющую распространять и адаптировать произведения при условии идентификации авторства ну здесь я сделаю небольшое лирическое отступление вообще о том какие существуют открытые лицензии Creative Commons их существует шесть вот по мере здесь они расположены по по степени закрытости то есть самая высокая лицензия это просто attribution в ней допускается да начнем с того что все лицензии они открытые но они подразумевают не подразумевает отказ от авторства то есть такого понятия вообще нет в российском праве отказ от авторства то есть автором всегда является тот кто эту работу написал вне зависимости от того свободная лицензия это или не свободная и авторство должно при цитировании всегда называться и при использовании работы авторство должно где-то указываться ну а дальше есть варианты по использованию работы во первых первый пункт это разрешает или не разрешает автор использовать свою работу в коммерческих целях это вот этот вот первое первая графа и вторая графа разрешает или не разрешает он использовать свою работу в производных произведениях то есть частично перекомпоновывать включать полностью в какую-то другую работу и так далее вот тут есть тоже нюансы а та та форма creative commons которую мы будем использовать больше всего похоже на вот эту вот которая называется share share like что это означает это публикация этот лицензии позволяет использовать работу третьими лицей в коммерческих целях и позволяет использовать ее как производное произведение автор предотвращает ухудшение требований к авторскому праву. То есть нельзя использовать эту работу как составную часть своего труда и поставить на него копирайт. Так нельзя. Следующий автор, который использовал эту работу как составную часть, должен снова опубликовать ее под лицензией Creative Commons Share-Alike. Ну и есть более сложные виды лицензий. Это лицензии ну вот, например, вот эта лицензия некоммерческая, когда запрещено использовать. Ну, с одной стороны, это больше ограничений на использование, а с другой стороны, эта лицензия как бы более более свободная. Потому что она мало того, что запрещает использовать произведения в коммерческих целях, но и позволяя использовать его в производных произведениях, настаивает на том, чтобы производное произведение тоже было под этой лицензией. То есть, чтобы и его нельзя было использовать в некоммерческих целях. Таким образом, используя вот эту вот лицензию, вся цепочка последующих использований должна быть некоммерческая и свободная. Вот. Ну, есть еще ряд лицензий, но в основном они вот отличаются вот этими первым и вторым пунктом. Можно это или нельзя. Или под какими-то условиями. Я думаю, что наши библиотечные работники и наши преподаватели, они в связи с тем, что это появилось в нашем ГК, должны понимать вот эти различия между различными видами лицензий, понимать, как они их могут применить для себя и для студентов. И, соответственно, и студенты, желательно, чтобы студенты понимали тоже, о чем идет речь. Поэтому я вам эту табличку привел. Можете ее использовать для... Ну, и в сети есть такие тоже инфографики, в которых есть подобное объяснение различных лицензий. Ну, и вот то, о чем я вам говорил. Наша лицензия больше всего похожа на attribution share-like. 4.0 это номер версии ее. Повторюсь, что она допускает ее повторное использование, допускает использование в коммерческих целях, но настаивает на том, чтобы производные произведения тоже были бы в этой лицензии. Ну, и кроме того, работе в этом случае присваивается так называемый идентификационный код DOI. Этим она отличается от копирайтных работ, которые включены в нашу библиотеку. Им присваивается международный ISBN номер, да, то есть как публикациям, как изданиям. Здесь немножко все по-другому. Здесь присваивается идентификатор DOI. Это такой идентификатор цифрового объекта, который позволяет однозначно идентифицировать эту работу в интернете, как именно этот электронный документ, привязанный именно к этой лицензии, которую акцептовал автор. То есть, теперь, после того, как этой работе присваивается этот идентификационный код, он сопровождает эту работу в ее цифровой жизни в интернете, и перепутать уже нельзя, кому принадлежит эта работа, под какой лицензией она опубликована, она становится с этим идентификатором единым целым. Это важно при дальнейшем распространении работы в интернете. То есть, если пока она лежит в ЭБС, понятно, кому она принадлежит, здесь же было подтверждение ее использования, все понятно. Как только в соответствии с лицензией эта работа стала гулять по интернету, перепубликовываться и так далее, концы могут потеряться. Соответственно, для того, чтобы они не потерялись и было бы всегда понятно, кто автор и под какой лицензией опубликовано, существует вот этот идентификационный код. Ну и предполагается, что в этом случае работы мы начинаем процессы интеграции с системами открытого научного доступа. Сейчас такие системы появляются в интернете, их уже достаточно много. это, например, киберленинка, научкор, вернский, ну это от слова вернадский и другие. Я вам предлагаю, на самом деле, вот кроме того, что если вас заинтересовал вот этот вопрос открытой публикации работ студентов, посмотреть, вот сегодня вы слушаете мой вебинар, а в декабре прошел вебинар, который ввели Константин Костюк и Иван Засурский, один из авторов и инициаторов вот этого приказа, и автор научкора.ру, организатор этого сайта, они очень удачно там все рассказали, вот первые 20 минут этого вебинара ввел Иван Засурский, можете его послушать, сейчас я вам ссылочку на него дам. Повторю, точнее, эту ссылочку вот здесь вот. Можете посмотреть, там по философии открытого доступа к научным работам достаточно хорошо все рассказано. Ну, а мы ко второй части приступаем, это база данных студенческих работ, как закрытая система ВУЗа. Возможно, кому-то такая система покажется более последовательной, да, ну, хотя бы потому, что, в общем-то, к тому, о чем я говорил, морально пока не все еще готовы, скажем так, не все ВУЗы, что там студенты напишут, да, отвечать не только студенту, ну, наверное, вот такие вот мысли есть, да, вот поэтому есть и второй способ, это когда вы покупаете у нас систему, которая называется менеджер библиотеки, да, и вот внутри этой системы студенты все и публикуют. Это отдельное программное обеспечение, которое ставится на ваш, на ваш собственный сервер, поэтому вы сами можете ими управлять, им, этим программным обеспечением управлять. В нем студенты выкладывают работы вот уже в эту версию ЭБС, работы видимы только сотрудникам ВУЗа, работы сгружаются в программу на сервере ВУЗа и могут использоваться на локальных компьютерах ВУЗа. Отношение ЭБС и ВУЗа регулируется договором услуг, а не лицензионным договором. Но это то, что я вам сказал. Если это внутри ВУЗа, значит это не вполне публикация и уже можно о ГК не задумываться, а прописать эти условия в договоре услуг со студентом. Ну и разумеется, в этом случае эту систему можно использовать не только как систему публикации студенческих работ, но и как для использования любых изданий внутри ВУЗа, в том числе преподавательских или каких-то иных, например, размещенных под свободные лицензии научных работ и так далее. Вот примерно так выглядит внешний вид вот этого ПО менеджера библиотеки. Оно позволяет сохранять и использовать работы на собственных серверах ВУЗа. Ничего особенного не требуется делать. Все метаданные и файлы переносятся из ЭБС, синхронизируются. Что и как стоит? Значит, публикация ВКР студентам в открытом доступе осуществляется бесплатно. То есть, если вы выберете вот этот путь открытого решения, если вы являетесь нашими подписчиками, то это для вас сама эта публикация ничего не стоит. ПО, которое помещается на вашей стороне, она стоит денег. Я сейчас не буду озвучивать, это небольшие деньги. Просто ценовая политика, она такая достаточно гибкая, она немножко меняется. Я не уверен, что могу озвучить последние цифры. Самое это со своим менеджером выясняйте. Но цифры это не ахти какие большие. создание и поддержание базы данных выпускных квалификационных работ. При минимальном тарифе ВУЗ самостоятельно собирает метаданные и передает файлы ВКР. При максимальном ЭБС самостоятельно обрабатывает данные и метаданные. Ну и плюс приобретение самого ПО менеджер библиотеки оффлайн версии. Несколько слов об интеграции с антиплагиатом. Надо иметь ввиду, что публикация и проверка на антиплагиат это разные независимые процессы. Тут есть разные варианты. Если ВУЗ самостоятельно подписан на внешние сервисы, такие как антиплагиат РУ, то проверка может осуществляться ВУЗом самостоятельно. После проверки и после этого файлы передаются в ЭБС. Ну и второе проверка осуществляется посредством интегрированного сервиса проверки из ЭБС после размещения. Если же ВУЗ не подписан на сервисы проверки и заимствования, ваши возможности такие. Приобрести доступ к различным сервисам проверки на заимствование у нас у ЭБС, как у агента и воспользоваться интегрированным сервисом проверки внутри ЭБС. И второе приобрести возможность проверки на основе базы данных ЭБС. То есть сравнивать только с тем, что внутри ЭБС сохранится. Вариант 2. Оба этих варианта платные. Бесплатный только вариант, когда вы, как подписчик ЭБС, публикуете студенческие работы в открытом доступе. при помощи этого ПО можно создавать вот такой механизм. Распечатав свидетельство о публикации, студент доказывает на кафедре, что работа размещена. Представитель ВУЗа видит в личном кабинете все размещенные работы. ЭБС, ну и надо иметь в виду, что одно не исключает другое, то есть создание закрытой базы данных ВКР не закрывает для студента возможности самостоятельно публиковать это ВКР. Как опция возможно это остается. Ну коллеги, вот по этому вопросу практически все. Мы сегодня с вами уложились в 50 минут. Какие у вас есть вопросы? Ну я понимаю, что на самом деле и возможно такие и решения, которые мы предлагаем, они будут изменяться и как-то по по ходу реализации приказа 636 возможно будут какие-то разъяснения, будет какая-то практика, из которой будут уже следовать возможные варианты корректировки или изменения позиций и вузы будут больше понимать, что от них реально будут требовать комиссии. Появятся первые опыты по применению и тогда можно будет уже с большей вероятностью говорить о том, что и как это применять. Процент заимствования где-то определен? Нет, не определен. вообще-то процент заимствования это вопрос, это такая метрика очень сложная. Я уже не говорю о том, что заимствование может быть и у себя лично, да, то есть тут вопрос скользкий, если особенно люди, ведущие активную публикаторскую деятельность знают об этом, что можно попасть под процент, когда ты просто публикуешь последовательные работы, которые, часть из которых являются составной частью предыдущих. Поэтому сам процент, вот эта метрика, связанная с антиплагиатом, не является конечным приговором. Там может быть и большой процент, а реального плагиата может и не быть. То есть конечные решения о том, является ли работа плагиатом или компиляцией или не является, остается за людьми. инструмент только облегчает принятие вот этого решения. Поэтому вот говорить о проценте как о какой-то заданной вещи не приходится, тем более, что разные системы антиплагиатные показывают разные баллы, разные объемы заимствования. И законодатель, разумеется, не может опираться на какую-то одну из этих метрик, не может сказать, что только антиплагиат, а остальные все системы не работают. Поэтому надо рассматривать как система антиплагиата исключительно как помощник в определении заимствования, а какие эти заимствования, разрешенные или неразрешенные, уже надо решать конкретному человеку, который и будет принимать решение. Пока мы думаем, что разумным сроком является три года хранения в самой ЭБС, но честно говоря, не знаю. Если студент не может решить изъять, если он поставил свой акцепт под лицензии Creative Commons, работа становится достоянием, не полным достоянием общественным, но он разрешил ее распространение. Уже он не может ни по какому суду никак ее назад взять. Потому что он ее разрешил и теперь каждый может взять и на своем сайте ее разместить. Назад уже дороги нет. Ну что ж, коллеги, спасибо, что вы посетили мой сегодняшний вебинар. Напоминаю, что следующий вебинар состоится 14 числа в понедельник в 12 часов. Очень рекомендую вам пойти. Константин Николаевич очень интересно рассказывает. не только о нашей ЭБС, но и вообще о том, что ожидает электронная библиотека в будущем. Пожалуйста, я этот следующий вебинар открою, передам слово Константину Николаевичу и на этом мы с вами весенний цикл завершим. Коллеги, я, как всегда, еще 5 минут остаюсь в эфире, а сейчас отключаюсь. Если будут вопросы, в чате, пожалуйста, забывайте.